Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Иванов. Мы продолжаем серию прямых эфиров на телеканале Искры Вектор. Разговариваем с врачами на сугубо медицинские темы. Сегодня у нас в гостях Наталья Муравьёва, заместитель главного врача по поликлинической работе. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! И, между прочим, наверное, один из лучших окружных врачей-эндокринологов, правильно я говорю? Ну, главный окружной специалист. Главный окружный специалист. Возвращаемся в этом в эфире ковиду, ковидным, постковидным осложнением. Насколько мне известно, тромбоз один из самых таких лидирующих. Что вы думаете об этом, что вы знаете про тромбоза после ковида? Тромбоз имеет большое значение, но все-таки на первом месте, наверное, осложнение со стороны дыхательной системы, потому что тяжелые пневмонии могут вызывать поражение легочной ткани и вызывать дыхательную недостаточность. Тромбоз тоже имеет место быть. Также поражаются многие мелкие сосуды. Возникает так называемый воскулит. Воскулит и в головном мозге, вызывая когнитивные нарушения, нарушения психики, тревожность, депрессию, снижение внимания, памяти. Проявление и осложнение ковида многообразно. У многих выпадают волосы, например. Поражение кожи возникает. Как выявить? Я знаю, что проходит диспансеризация. У нас теперь каждый год. И в прошлом эфире Юрий Наумович говорил, что есть отдельное направление диспансеризации для тех, кто переболел ковидом. Правильно? Да. Как раз углубленная диспансеризация направлена на выявление этих осложнений после ковида. Например, дыхательная недостаточность. Как она выявляется? Приходит к терапевту, проходит спирографию, пульсоксиметрию. Если показатели не в норме, есть определенные нормы, то человек направляется на рентген или компьютерную томографию. Тромбозы выявляются тем, что на первом посещении при углубленной диспансеризации назначается анализ на додимер. Если он повышен в несколько раз, затем проводятся УЗИ сосудов нижних конечностей на втором этапе диспансеризации. Выявляются патологии со стороны сердца. Тест с 6-минутной ходьбой. Если человек мало проходит, падает сатурация, то проводится эхокардиография. То есть таким образом пытаются выявить какие-то проблемные зоны, чтобы потом на них воздействовать. Выявили проблемные зоны. Что дальше делать? Будет лечение с УЗКИМ специалистом у нас в Воскресенске или перенаправить в какой-то специальный центр? Может быть, такие случаи для тех, кто переболел ковидом и получил осложнение? Есть реабилитация пусковидная, есть реабилитационные центры, в которые мы можем направить. Есть очень хорошие реабилитационные центры. Это МИЦ реабилитология, например, с нами работает. И мы можем туда вполне больных направлять. Врач на месте проведет беседу, расскажет дыхательную гимнастику, упражнения. Назначит препараты антикоагулянта, если додимер высокий. Если эхокардиография и отклонения, то в зависимости от того, что выявят. Если на местном уровне нельзя оказать помощь пациентам, то, конечно, их отправят на второй, третий уровень оказания медицинской помощи. К нам пришел вопрос, вот как раз тоже про постковидное осложнение. Я прямо его зачитаю. 9 месяцев назад переболел ковидом. Течение болезни было легким, но в процессе пропало обоняние, вкусовые ощущения. Потом оно вернулось, но некоторые запахи сильно искажены. Неприятен вкус тех продуктов, которые раньше нравились. Как это лечить и можно ли что-либо с этим сделать? Это известное осложнение и у всех бывает по-разному. У кого-то проходит быстро, через 7 дней возвращается. У кого-то месяцами. У некоторых есть по полгода и до года известны случаи. Лечения тут никакого нет. Ждем, когда восстановится обоняние. Как быть? Почему так происходит? Вирус попадает в мозг. Да, вирус поражает обонятельный центр головного мозга. Тот самый называемый вискулит, поражение мелких сосудов. Из-за этого нарушаются вкусовые ощущения, пропадают запахи. То есть только ждать, пока, собственно, клеточная регенерация, собственно, какая-то нейронная. Когда восстановится, да. Только так. Диабет – это ваше прямое такое направление по эндокринологии. Частое заболевание. И диабет является прямым показанием для прививки. Почему именно так опасен вирус для тех, кто болеет диабетом? Этот вирус очень опасен для пациентов с диабетом и с ожирением. Почему? Ну, такой вирус, он выбирает пациентов с диабетом и ожирением. И у них смертность гораздо выше среди этой популяции. Но, скажем так, что и грипп гораздо опаснее для пациентов с диабетом и ожирением. И другие инфекции. Потому что повышенный сахар, ослабленный иммунитет, повышенная предрасположенность к осложнениям, к инсультам, инфарктам. Ведь не секрет, если плохо леченый диабет, то существуют так, например, называемые годы недожития. То есть, если человек не болел диабетом, он мог прожить определенное количество лет. Если он болеет диабетом, то это количество лет меньше. То есть, есть годы недожития. Может, погрузимся в вопрос чуть поглубже? Вы расскажите дилетантский вопрос. Ну, а почему? Не стыдно чего-то не знать, правильно? Стыдно делать вид, что все знаешь. Поэтому мы углубимся в темном. Вопрос очень простой. А что, собственно, есть диабет? Что это за заболевание? Первый, второй тип, немножко просветите нас. Диабет – это повышенный сахар в крови. Ну, мы называем глюкоза. Проще можно сказать сахар крови повышенный, выше определенных норм. Первый и второго типы – это совершенно два разных типа диабета. Существует еще несколько типов диабета, о которых мы не говорим. Они достаточно редкие, генетические. Первый тип – это когда полностью погибают клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. И человек, его лечение заключается только в введении инсулина. Если не будет вводить инсулин, человек погибнет. Таких пациентов 10% обычно. И диабет первого типа, он занимает определенную нишу 10% и не растет. Второго типа диабет, там немножечко другое. Там инсулина много своего на начальном этапе. Но он не работает как следует из-за ожирения, из-за излишнего веса. Нарушено взаимодействие между инсулином, чувствительностью тканей, взаимодействием с рецепторами. И в результате этого развивается диабет. Вот здесь возможно лечение изменением образа жизни, в первую очередь, похуданием. Плюс множество лекарственных препаратов, которые помогают улучшить эту чувствительность. Или дополнительное количество инсулина выбросить из поджелудочной железы. Еще один дилетантский вопрос. Если есть много сахара, нам все время говорят, что это опасно. Действительно ли это опасно? Да. Может это привести именно к заболеванию диабетом? Или просто к ожирению это приведет? Ожирение и диабет это два взаимно шагающих заболеваний. Они вместе идут по дорожке. Не всякое ожирение приводит к диабету, но все-таки это основной фактор риска. И естественно, если есть много сладкого и пить сладкие напитки газированные, это прямой путь и к ожирению, и прямое воздействие и на поджелудочную железу токсическое. Есть такое понятие, как глюкоза, токсичность. Резко повышается сахар и воздействует на поджелудочную железу и на клетки, как токсин. Естественно, это может привести к диабету. Я еще раз в этой теме попробую разобраться. Хочу понять механику. Инсулин необходим для того, чтобы расщеплять глюкозу. Правильно понял? Нет. Инсулин необходим для того, чтобы взять глюкозу, подвести ее к клетке. Она вошла в клетку, и у нас выработалась энергия. То есть мы живем за счет того, что у нас вырабатывается энергия. Энергия вырабатывается при определенных механизмах, когда утилизируется глюкоза клеткой. Если инсулин не транспортирует глюкозу, она начинает превращаться в узор. Или просто остается? Вот смотрите, смотря какой механизм. Совсем нет инсулина. Глюкоза плавает в крови, включаются другие механизмы, вырабатывается ацетон, возникает кома. Это то, что касается первого типа. Почему нельзя первый тип не лечить инсулином? То есть это смертельно опасно. Что касается второго типа, то тут препараты помогают нашему инсулину взаимодействовать с глюкозой. Улучшают чувствительность тканей, рецепторов. Например, если физическая нагрузка, то глюкоза может войти в клетку сама, самостоятельно, без инсулина. Почему говорят о физических нагрузках? Да, для того, чтобы лечить диабет, для того, чтобы снизить сахар. Вот так же и диета. Мы, соблюдая диету, худея, мы возвращаем нашим тканям чувствительность к инсулину. Виктория спрашивает, одна из наших телезрительниц, влияет ли количество потребляемого сахара. Ну, это мы уже проговорили. Какие первые признаки заболевания? Можно как-то из собственных наблюдений, самонаблюдения что-то обнаружить? Ну да, первые признаки сухость, жажда, слабость, может быть похудание, если очень высокий сахар и уже инсулиновая недостаточность. Может быть, наоборот, набор веса. Но самое опасное, что диабет может протекать бессимптомно. Почему при диспансеризации ежегодно берут холестерин и глюкозу определяют, да? Чтобы не пропустить бессимптомный диабет или преддиабет. Уже в преддиабете идет поражение сосудов, что может привести к возникновению таких осложнений, как инфаркт и инсульт. То есть, очень важно вовремя поймать вот это вот отклонение в обмене глюкозы, чтобы начать заниматься, и чтобы это не привело к тяжелым осложнениям, последствиям диабета. Прежде чем задать следующий вопрос, обращаюсь к нашим телезрителям. Напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы в комментариях к этому эфиру. Самое интересное из них мы озвучим. Напомню, сегодня у нас много интересных тем. Будем общаться об эндокринологии. В основном сейчас про диабет. Немножко про постковидное осложнение говорили. Еще вернемся, возможно, к вакцинации. Пока дальше про диабет. И вот интересный вопрос тоже от Виктории. Как влияет то, что диабет был у родственников? Есть ли какая-то наследуемость в этой истории? Да, действительно есть. При первом типе, если один из родителей болен диабетом, то примерно вероятность развития диабета у ребенка от 1 до 3%. То есть, там немножечко другой тип наследования. А вот если один из родителей болен диабетом 2 типа, то вероятность развития диабета у ребенка где-то 50%. А если два родителя больны диабетом 2 типа, то 90%. То есть, дети, людей, у которых есть диабет, должны уже с детства знать, что они находятся в группе риска. Они должны набирать лишний вес, правильно питаться, физические нагрузки, достаточная активность должна быть. То есть, и родители должны так детей воспитывать, чтобы они со временем не пришли к диабету. То есть, по сути, мы можем говорить, что у нас речь идет о генетическом заболевании. Полигенная наследовательность. Да, много генов отвечают за наследство. Некоторая дезадаптация в общем организму, неготовность его к такому количеству сахара или к сахару. Ну, знаете, как говорят, что диабет – это болезнь цивилизации. Мы расплачиваемся за то, что… Слишком сыто жил. Да. Раньше, когда не сыто жили, наш организм изобрел этот механизм для того, чтобы свою энергию запасать. Чтобы мы могли дожить, если голодаем. А в настоящий момент мы не голодаем, мы едим очень много и мало двигаемся. Из-за этого происходят все проблемы. Вернемся, если кто-то забыл, мы раскрутили историю про диабет с прививки для диабетиков. И я еще раз хочу спросить, многие из них, я уверен, сомневаются и боятся делать прививку. Может быть, для них какие-то особенные условия в плане осложнений. Ждать ли диабетикам осложнений, для них все пройдет хорошо, если они делают прививку? Я думаю, что пройдет хорошо. Тут даже реакция на прививку зависит от возраста. Люди, которые постарше, они легче переносят прививку, чем молодежь. И у меня пациенты с диабетом привились, и многие даже не почувствовали, что они привились. Была одна пациентка, которой я долго уговаривала на вакцинацию. Договорились так с ней, что она пойдет, ну, прям упиралась, а пациентка тяжелая, с ишемической болезнью сердца, с диабетом тяжелым, с ожирением, пойдет, сдаст антитела. Она хотела убедиться, ну, она сдала в коммерческой лаборатории антитела, убедилась, что она не болела, и придет прививаться. Она выполнила это и сказала, если мне будет плохо, я буду вам звонить. Я говорю, хорошо, но она даже не почувствовала. Она даже не почувствовала и собирается на ревакцинацию, и слава богу, она не болит. Еще одна группа людей, которые очень сильно переживают по поводу прививки, это аллергики. И вроде как один из основных побочных эффектов от прививки, это аллергические реакции. Как быть аллергиком? Им надо прививаться, прививаться с осторожностью или вообще этого не делать? Аллергикам, если был в анамнезе анафилактический шок или отек квинки, или какая-то тяжелая аллергическая реакция, или, например, в настоящий момент обострение аллергического заболевания, то, конечно, прививаться не нужно. А если этого не было, то можно прививаться. Под контролем врача, может быть, принять свои таблетки обычные от аллергии и прийти сделать прививку. Переболел, переболел тяжело. Что делать? Меня отправят на реабилитацию или мне нужно записаться на реабилитацию? Как восстанавливаться после тяжелого ковида? Во-первых, конечно, самому пациенту надо стараться, как бы это ни звучало избито, вести здоровый образ жизни. Я говорю о курении, например. Хорошо физические нагрузки в меру сил, то есть ходьба, какая-то гимнастика, дыхательная гимнастика, это вообще замечательно. Полноценное питание, то есть чтобы поменьше было жиров, больше овощей, фруктов, мяса, поменьше жареного. То есть здоровое питание очень хорошо влияет средиземноморской диеты. Только хотел спросить у вас, подходит она лучше? Подходит она. Считается одной из самых таких... Вообще по диетам нет четких указаний, которые хорошие, которые плохие. Но вот средиземноморская диета считается наиболее физиологичной диетой. Можно обратиться к своему участковому терапевту. Даже не то, что можно, а нужно. Вот через два месяца можно пройти углубленную диспансеризацию. Если выявятся какие-то осложнения, доктор даст рекомендации. Можно и раньше прийти. И потом пациенты в течение месяца, если они тяжело болели, они принимают антикоагулянты. Они наблюдают с участковым терапевтом. Их берут на диспансерный учет. Их постоянно посещают или приглашают на прием. Просто очень хотелось бы попросить пациентов, если вас приглашают на углубленную диспансеризацию или на диспансерный осмотр, приходите, не отказывайтесь. Доктор с удовольствием посмотрит, проведет обследование, и вы получите знания о состоянии своего здоровья. И решить вопрос о реабилитации, о направлении на реабилитацию вполне возможно. А вот эти страшные цифры постоянно, которые нам говорят, 70% поражения легких, 60% – это та часть легких, которая в рубцовую ткань превращается? Или что это значит, 70% поражения легких? 70% поражения легких – это очень тяжелое заболевание. Очень тяжелое. И когда пациент выздоровеет, у него это очень медленно восстанавливается. И восстанавливается чаще всего не полностью. Остается фиброз, но, конечно, не 70% поражения. Естественно, это все идет немножко в обратную сторону. Я знаю пациента, у которого было 80% поражения. Он сам занимается дыхательной гимнастикой, прогулки. Съездил на реабилитацию. Через где-то несколько месяцев, месяца 4-5, у него было 40% поражения еще легких. Откат возможен? Откат возможен, но, наверное, восстанавливается функция не до конца. Получается, спорт – единственное наше спасение. Не спорт, физкультура. Физкультура, да. Физкультура. Разница больше. Гимнастика. Спорт – это для тех, кто стремлится к достижениям. Физкультура для здоровья. Для здоровья. Вы говорили про средиземноморскую диету, и я никакого эндокринолога не могу у вас не спросить. Есть такое направление, как веганы, сыроеды и вегетарианцы. Вот те, кто полностью исключает из своего рациона животные белки. Как это на них отражается? Вот так я спрошу. Я вот лично большой противник веганства и вегетарианства, потому что в животных продуктах содержится много незаменимых аминокислот, незаменимых жиров, которые, жирных кислот, которые мы должны потреблять. Их, естественно, они пытаются допить потом витаминами. Да, поливитаминами. Да, тоже железо, но это не физиологично, на мой взгляд, потому что... Хуже будет усваиваемость. Ну, смотрите, из этих белков строятся клетки новые в нашем организме, восстанавливаются. Как без них? Я вот не понимаю вот этого, конечно, потому что наше питание должно быть сбалансированным. У нас должны быть жиры, белки, углеводы. Должны быть в определенном соотношении, определенного качества, но это должно быть. И хуже всего, если вегетарианство втягивают детей, потому что им надо расти, им надо получать полноценную пищу, им надо получать железо. Железо. А железо содержится только в мясе. В говядине? Ну, в говядине. Ну, в свинине. Но больше всего в говядине. Хорошо, перейдем к другим болезням эндокринологического спектра, к поражению щитовидной железы. У нас вроде бы в каждой пачке соли, на каждой пачке соли написано с йодом, с йодом, все с йодом. И тем не менее, заболевание достаточно распространено. Это все еще не хватает йода нам? Или как, почему так происходит? Вы знаете, не на каждой пачке. Не на каждой. Не на каждой пачке с солью написано с йодом. И у нас нет закона, пока не принят закон, о всеобщем йодировании соли, как принят во многих странах зарубежных. У нас Московская область относится к зоне йодной недостаточности. И если люди в семье не употребляют йодированную соль, не восполняют этот недостаток, то развивается узловой зоб. Это наиболее частое поражение щитовидной железы. А узловой зоб со временем может привести как к недостатку функции, так и к повышенной функции щитовидной железы. Особенно от йодной недостаточности могут страдать дети, подростки, беременные женщины. Плод очень нуждается в достаточном количестве гормонов щитовидной железы и в достаточном количестве йода. Поэтому эти категории людей должны принимать еще и калий и йодид в таблетках. И обязательно все люди должны пользоваться йодированной солью. Только йодированной солью. То есть подростковому надо еще таблетки пить калий и йодид, как вы сказали? Да, да. Открытие. Почему? Беременным сейчас и выдается, и назначается, как только женщина планирует беременность, как только она забеременела, обязательно назначается калий и йодид. Потому что это влияет на IQ, интеллект будущего ребенка. Какие еще есть поражения щитовидной железы? Вы сказали узловой зоб. Узловой зоб, да, наиболее распространенный диффузно-токсический зоб или болезнь Грейфса. Но это аутоиммунное поражение, когда возникает в крови, организм вырабатывает антитела к ткани щитовидной железы, и она выбрасывает большое количество гормонов. Другое такое же аутоиммунное заболевание, но в другую сторону, это гипотиреоз, это снижение функции щитовидной железы. А аутоиммунное у нас заболевание, они как генетические проходят, насколько я понимаю, да, правильно? Ну, предрасположенность генетическая есть, и если возникает какой-то провоцирующий фактор, то это заболевание проявляется. То есть, ну, в принципе, все понятно. Надо просто себя в форме держать, потреблять правильно йод, ни больше, ни меньше, и тогда все будет неплохо, даже если есть генетическая предрасположенность. Нет, это касается узлового зоба. Узловой зоб, это... А с гипотиреозом так не получится? Нет. Только лечение? Да. Заместительная терапия. Ладно. Какие у нас существуют способы профилактики эндокринных заболеваний, каких-то самых распространенных? Про диабет мы поговорили, про щитовидную железу тоже. Что еще у нас есть в списке и как защититься? Вы знаете, больше всего у нас, конечно, это диабет, ожирение и заболевание щитовидной железы. Затем уже идут различные нарушения. Возможно, и гипогонодизм, то есть снижение половых функций организма. Очень много о возрастном гипогонодизме сейчас говорят. Очень много говорят о заместительной терапии возрастного гипогонодизма. То есть это заместительная гормональная терапия в менопаузе или вандропаузе у мужчин. Тут вот у женщин однозначно доказана польза заместительной гормональной терапии. У мужчин тоже доказана польза, но не в такой степени, как у женщин. То есть все зависит от анализов определенных, обследований. И если есть такие проблемы, надо обратиться к врачу, не заниматься никаким самолечением, а именно с врачом обсудить эту проблему. Давайте про мужскую менопаузу немного расскажите, потому что я даже не успел запомнить, как это называется. Еще раз скажи. Нет, я просто сказала, что андропауза, но это называется возрастной гипогонодизм. Как это работает? Давайте просветимся. Я сам хочу. Как это устроено? Для мужчин давайте. Женщины все прекрасно все знают. Мужчины не так интересуются своим здоровьем почему-то. Но если с возрастом возникают проблемы, часто они проявляются депрессией, снижением настроения, плохим сном, эректильной дисфункцией. Если такие проблемы возникают с возрастом определенным, старше 60 лет пациенты, или даже бывают и моложе, то необходимо обратиться к доктору, чтобы сдать определенные анализы. Например, там тестостерон и так далее. Доктор расскажет, какие надо сдать анализы. И уже оценивая анализы, потому что там много хитрости. В каком возрасте надо быть настороже? Ну, старше 60 лет. И доктор уже оценивая анализы, и то, что он расспросил пациента, и какая клиника, и обследовав его полностью, решает вопрос, нужна ли ему гормонозаместительная терапия или не нужна? Ну, в принципе, все неплохо. Хорошо, что она вообще существует у нас. Вы, кстати, заговорили про анализы. На таком подъеме нейронауки сегодня находятся. Все интересуются тем, сколько у них там выделяется различных нейромедиаторов. И даже есть вроде как анализы. Там можно узнать количество дофамина, которое у тебя в организме в норме выделяется. Насколько эти анализы показательные, можно их сдать где-то в Воскресенске? Я просто хочу сказать про анализы. У нас сейчас модно пойти сдать кучу анализов, провести себе МРТ, КТ всего, и потом лечить неизвестно что. Лечить анализы. Понимаете, лечат не анализы, а занимаются именно с пациентом. У нас существует во всем мире такое понятие, как доказательная медицина. И для каждой болезни расписаны, что нужно сделать, какие исследования, какие взять анализы, какие провести исследования с уровнем доказательности. То есть первый уровень А, самые крепкие доказательства. Второй уровень А, Б, тоже неплохие. С, мнение экспертов, а Д вообще не доказано. Анализ должен находиться в контексте лечения. Просто так ходить, давать анализы, смысла не имеет. То есть если у вас есть какие-то проблемы, какая-то клиника определенная, доктор посмотрит, решит, предположит диагноз, и план лечения, план обследования назначит. И тогда уже, вот, например, с МРТ как произошло? Появилось МРТ, и обнаружилось очень много образований в надпочечниках. Это я о своем. И эти образования, они в норме у 20% людей. Они не секретируют никакие гормоны. Они просто молчащие образования, ни о чем не говорящие. Но обнаружение этих образований приводит к тому, что мы все равно должны обследовать пациента, провести ему сложные анализы. Или, например, провести КТ с контрастом. И это все приводит к тому, что затратив много сил, нервов пациента, обследования, анализов, в конце концов мы понимаем, что это вариант нормы. К сожалению, время на исходе. В воскресенское время, 19.30. Нам пора прощаться. Для вас вел эфир Александр Иванов. В гостях Наталья Муравьева. Очень подробно все рассказала. Главный окружной специалист эндокринолог. До свидания. До свидания.